Азербайджан Арцаха представил данные о жертвах среди гражданского населения. В горах Вана выпал снег. Дрезденский симфонический оркестр поддерживает Арцаха. Мы их не знаем, у нас нет возможности пожать им руку, сказать слова благодарности. Прошу прощения за мое позднее выступление, потому что в такой день непростительно не сказать пожелания армянскому разведчику. Профессия, лежащая в основе нашей безопасности, тактики, боевых успехов армии. Они не говорят о проблеме, они не говорят об успешной задаче, они не ждут от нас слов, похвалы, благодарности. Но давайте в этот день использовать как возможность сказать им, чтобы они оставались непобедимыми для коварного врага. Пусть самая неожиданная опасность окажется бессильной против вашего мастерства. Пусть ваши глаза будут зоркими, руки крепкими, шаги неслышными. Всегда возвращайтесь славой и победами, армянские орлы-разведчики. Публикация на странице Беллы Лалаян. Честь имею. Армен Акабрамян, президент республики Западная Армения. У Арцаха не было и нет будущего в составе Азербайджана. Такая ситуация означает Арцах без армян, а этого не будет, заявил сегодня министр иностранных дел Зуграб Манад Саканян на совместном заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по внешним отношениям и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам. Подчеркну, что сегодняшние реалии ситуации еще больше подчеркивают ту реальность, которая для Армении всегда была приоритетной. По его словам, она наиболее подчеркивает не внешнеполитическую, а общенациональную цель Армении. Не думаю, что какой-либо армянин, где бы он ни был, может смириться с мыслью, что нашим 150 тысячам соотечественникам в Карабахе, которые сегодня являются хранителями нашей идентичности, может быть нанесен какой-либо вред. Заявил министр иностранных дел, подчеркнув, что на это нацелен национальный ресурс. По его словам, МИД Армении принципиально непосредственно на всех уровнях работает со всеми своими основными партнерами, начиная с самого высокого и ни в чем не нуждается. Я четко могу заверить, что политика правительства была последовательной и стабильной. Подчеркнул он и добавил, что они не ограничены в своих контактах ни на одном уровне. Азербайджан применил тяжелую артиллерию в городе Мартуни и из-за различного оружия обстрелял Шуши. Как сообщает Армен Пресс, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Республике Арцах. После полуночи в мирных поселениях Арцаха сохраняется относительно спокойная обстановка. На рассвете противник возобновил удары по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. В частности, в городе Мартуни была применена тяжелая артиллерия. Шуши подвергся обстрелу из различного оружия. Данные о жертвах пострадавших уточняются, отмечают в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По результатам миссии по установлению фактов аппарат защитника прав человека Арцах обновил информацию о последствиях преступления Азербайджана против мирного населения Арцаха с 27 сентября. Как сообщает Армен Пресс, по состоянию на 3 ноября в общей сложности были убиты 46 мирных жителей, в том числе одна девочка, семь женщин и 38 мужчин. Пострадали в общей сложности около 144 человек. Из них 123 получили серьезные травмы, 104 мужчин и 19 женщин. Первый снег в году выпал в Высокогорье в Ванской провинции Западной Армении из-за резкого изменения погоды в последние дни. Дождь в центре города превратился в снег в более высоких частях. Привал на высоте 3000 метров на трассе Ван-Бахчисарай пробелел из-за снега. Иногда водителям становится сложно управлять автомобилем из-за густого тумана и снега. Несмотря на сильный туман, спасатели продолжают работу по строительной технике, по расчистке снега на дороге. Дрезденский симфонический оркестр поддержал Арцах, призвав признать его. Об этом сообщает в фейсбук страница Национального филармонического оркестра Армении на своей странице в фейсбук, представив объявление в переводе. В нем говорится, что 27 сентября Азербайджан начал войну против Арцаха под военным и политическим покровительством Турции, что привело к сотням жертв не только среди солдат, но и среди гражданского населения. Также искусство и культура воспринимаются человечеством как наиболее конструктивная сила связи человечества и развития цивилизации в целом. Искусство преодолевает физические и умственные границы и связывает нас всех, доказывая, что мы равны в нашей творческой и человеческой форме. Артисты в Армении и Арцахе теперь должны стать солдатами, чтобы защищать свои семьи и себя. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Макарчана Макартыча. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!